Девчонки, всем привет! Это Вероника. Очень рада вас видеть на своей страничке. Хочется немножко поснимать какие-то болтушечные ролики. И я подумала, что стоит, наверное, выполнить запрос, который поступает очень часто, я бы сказала, постоянно. Потому что все пытаются во мне увидеть не просто девочку с кисточкой, а типа интеллектуальную особу, которая читает книги. Вы знаете, я не скажу, что я в этом году была прям такой особо сильной книгачей с избой читальней. Нет, я решила разделить этот ролик на две части. Первая часть это будет те книги, которые я читаю на телефоне. И еще будет часть, где какие-то печатные книги. Но сразу скажу, там, где печатные книги, это какая-то такая вот, какие-то больше такие вдохновляющие истории, нежели серьезная литература. Вообще книги я читаю на основном телефоне, потому что мне это кажется как-то удобней. А здесь, в общем-то, представлены вот те книжки, которые я дочитала. И давайте вкратце расскажу. В основном я, конечно, читала какие-то такие романы для женщин, такая современная проза. Потому что, вы знаете, ну, меня настолько в школе запичкали всеми вот этими вот серьезными писателями с на самом деле очень жуткими расстройствами психики. Что, ну, честно, надоело. Ну, надоело мне читать книгу, пытаться перемалывать ее, как какой-то блендер. Пытаться вот сквозь этот тяжелый слог найти что-то такое высокопарное. Ну, нет, ничего плохого в классической литературе нет, потому что там и слог красивый и правильный, да. И истории такие, проверенные временем. Но на самом деле все течет, все меняется. И я не вижу ничего плохого во взрослом возрасте читать книги такие, которые тебе комфортно читать, которые тебе приятно читать. Это как бы вопрос твоего личного выбора. Это уже не вопрос такого фундаментального образования. А это вопрос чего-то такого, что просто тебе доставляет удовольствие. Давайте вот начну с той книги, которая меня больше всего поразила. И, пожалуй, она одна из самых серьезных, что я читала за все это время. Это книга «Познер», «Познер о Познере». Вообще, конечно, Познер – это такая нереальная величина. Я не знаю, я не могу этого человека назвать просто журналистом, просто писателем, просто там что-то. Знаете, такой человек с большой буквы. Я ни в коем случае сейчас не пытаюсь разбирать никакие политические течения. Я вообще о политике на своем канале не говорю, потому что я в ней ничего не понимаю. Мне самое главное, чтобы везде был мир, везде был Макдональдс, и мы все были счастливы, накормлены, как бы и водили хороводы. «Познер», «Познер о Познере» – просто великолепная книга. У него несколько книг, но вообще почитайте его. Такой интересный, такой интеллектуальный, такой тонко чувствующий мир человек, не знаю, мне кажется, это достойно внимания. Я не скажу, что я прям особый фанат такого жанра интервью, но честно признаю, я на YouTube пересмотрела все передачи практически с Познером, с его гостями. Мне нравилось, как он ведет именно вот такие диалоги, как он раскрывает человека. Но когда я прочитала его книгу, я поняла, что вообще самый интересный персонаж – это, по сути, он, потому что у него настолько интересная и насыщенная жизнь, начиная с самого детства. Я не ожидала, что у него такая многообразная история, что, ну, вы знаете, наверное, вот это правильно, да, что человек становится таким интересным только после того, когда он сам побывал в огромном количестве нетипичных ситуаций. И вот, наверное, именно от этого появляется вот этот шарм, вот это очарование, вот этот вот легкий, но красивый слог, вот это умение донести мысль, вот это умение наткнуть, натолкнуть человека на мысль. Вот выражаюсь так, что стыдоба. Вот, поэтому очень интеллектуальное чтиво, мне безумно понравилось, вот почитайте просто даже как, вот знаете, я просто на где-то 50-й странице подумала, знаете, у меня такое чувство, что я читаю не о настоящем человеке, да, вот, ну, с нашей такой достаточно обыденной серой жизнью, а о каком-то вымышленном персонаже, потому что настолько у человека всякие разные истории с ним приключались и происходят до сих пор. И очень интересно, вот прям советую, и вот это прям книга, за которую мне не стыдно, то есть если обо всех остальных книгах, которые я буду сегодня рассказывать, мне несколько стыдно, то вот Познер это прям the best. Следующее, что я открыла для себя в этом году, это, конечно же, писательница Джоджо Моэс, да, которая, знаменитая ее книга «До встречи с тобой», как оказалось, это не первая ее книга, у нее очень много таких вот женских романов, ну, естественно, самый такой вот ее известный роман, это, конечно же, экранизация, которая вышла в этом году, да, это «До встречи с тобой». Я долго сопротивлялась, и я прочитала книгу уже в тот момент, когда, в принципе, официально уже было объявлено, что вот фильм выходит, и мы с Катей собирались в кино, и я буквально перед фильмом решила как бы эту историю прочесть. Вы знаете, я не скажу, что я особый фанат экранизации, конечно же, главная героиня сыграла хорошо, но мне кажется, это вот фильм о ее бровях, я не знаю, то есть мне было очень тяжело смотреть, у нее там настолько странная мимика, то есть я привыкла к ее образу в саге «Игра престолов», да, где она такая несколько сексуальная, холодная, расчетливая, но при этом вот порывистая, такой интересный персонаж, а здесь такое ощущение, что вот ей гонорар платили за то, как часто она поменяет мимику на своем лице, то есть, знаете, это был какой-то мистер Бин в женском обличии, мне кажется, книга гораздо более глубокая и серьезная, нежели то, что мы увидели в экранизации, но не суть, у Джоджо Моис очень приятный и понятный мне стиль, письма, я могу ее читать, мне приятно ее читать, во влече от той же самой Сесилия Ахерн, по-моему, не могу, не могу, просто какая-то вот наигранная глупая фигня, вот «До встречи с тобой» Джоджо Моис понравилось, я даже прям всплакнула, я практически никогда не плачу, даже если все очень плохо, но я даже здесь чуть-чуть всплакнула, поэтому мне нравится, вы знаете, почитала я «До встречи с тобой», посмотрела фильм и долгое время думала, потому что, естественно, вышло послесловие данной книги, роман «После тебя», его я тоже решила прочитать, но первые несколько страниц мне давались тяжело, потому что, знаете, ну как-то вот чувствуется, что книга будет уже не такая серьезная, не такая продуманная, как первая часть, ну и, в принципе, по прошествии того, как я ее прочитала, я с тем же и согласилась, вторая часть какая-то более наигранная, какая-то более напичканная странными персонажами и странными поступками, но это, знаете, это та самая история, почему вот все читают Гарри Поттера, да, вот эту последнюю пьесу, я, кстати, так и не прочитала, это, я думаю, книжка у меня будет уже в 2017 году, ну, ты настолько привыкаешь к персонажам, и тебе так хочется вот поставить вот эту жирную точку, не у себя в голове, а чтобы вот автор тебе сказал, вот как заканчивается эта история, поэтому я прочитала, в принципе, с огромным удовольствием, буквально за пару ночей я читаю ночью, мне тоже понравилось, ну и вот на этом, скажем так, фоне какого-то вот сладкого послевкусия после книг Джоджа Моэс, я решила прочитать еще ее книгу, которая называется Корабль невест, мне понравилось описание, вы знаете, и вот на мой взгляд Корабль невест, она гораздо более интересная, нежели даже до встречи с тобой, очень трогательная история, там и такая историческая подоплека, и любовь, и дружба, и соперничество, и романтика, и, ну вот представьте себе, собрать в одном месте очень-очень-очень-очень много женщин, это фантастика, каждая ведет себя по-своему, каждая, одна из себя что-то пытается представлять, другая вружка, третья там какая-то простушка, четвертая там еще какая-то, и это так интересно, я эту книгу тоже прочитала буквально там за две, за три ночи, мне даже было прям жалко ее дочитывать, потому что вообще сама канва, канва истории чем-то напоминает экранизацию Титаника, то есть сначала идет такая отсылка к современности, и дальше уже в современности главный персонаж рассказывает о своей молодости, вот, поэтому что-то отдаленно мне напомнило Титаник, вот, так что почитайте, вот мне кажется, вам точно понравится, вот, ну мне, мне очень понравилось, и слог хороший, и история хорошая, и так далее, так, между вот этими книгами я прочитала продолжение книги «Дьявол носит Прада», это как раз-таки та самая история, как до встречи с тобой, ты понимаешь, что, ну, вряд ли что-то умное ты там прочтешь, но ты уже настолько вот, у тебя эти персонажи в голове играют, что тебе хочется узнать, что же будет дальше, в общем, книга называется «Месть носит Прада», но опять-таки несколько наигранная история, несколько наигранный персонаж, несколько наигранные ситуации, но в голове уже у тебя есть Энн Хэтуэй, конечно же, у тебя в голове уже есть Мэрил Стрип, и ты просто вот смотришь, куда тебя ведет автор. Я не скажу, что я разочаровал, я ничего умного из этой книги не почерпнула совершенно, но я получила просто приятные эмоции, мне просто было вот приятно снова окунуться в этих персонажей и узнать, как и что у них завершилось, хотя повторюсь, ну, как бы так, на троечку. Так, что я читала еще здесь? Еще я читала книгу Джоан Харрис, единственное, мне вот сейчас очень стыдно, Джоан Харрис это у нас вообще мужчина или женщина, Джоан Харрис это женщина, а то знаете всякие-то эти вот, Эрих Мария Ремарк, ага, книга называется «Пять четвертинок апельсина», очень интересная книга, она о Франции, это тоже такая историческая, историческая такая несколько придуманная проза, то есть там есть грань реальной истории и есть грань выдумки. Это история такой семьи французской, что-то такое, знаете, такой легкий Прованс, как они выживают в военное время, о том, как они борются со своей мамой, как они борются с немцами, которые вошли в город, как они живут, как они выживают, как они растут, как они мыслят, как они чувствуют. Мне очень понравилась. Такая вот проза, но с элементами какой-то такой детской магии. Трогательная книга. Вот обратите внимание, если хочется почитать что-то такое вот действительно трогающее, прочтите. Тоже я несколько топталась на первых 50 страницах, но потом, у меня всегда так вот, если книга как-то первое время тяжело идет, я стараюсь себя перебороть, и вот если с сотой страницы ничего не меняется, я бросаю, а если вот я чувствую, что пошло, то пошло. Мне тяжело читать о Франции, я не знаю почему. Я абсолютно не воспринимаю французскую речь, французскую кухню, вот, и французские имена, вот, я сразу начинаю в них плавиться, как какой-то сыр, фондю, и вот я ничего не понимаю, но здесь очень интересно, здесь и немного о кулинарии, и о жизни, и о шизофрении, и о человеческих поступках. Классная книга, почитайте, пять четвертинок апельсина. Также я что читала, что читала? Еще как-то мимолетом проглотила книгу «Утреннее сияние», автор Сара Джио. Вот вы знаете, Сара Джио мне напомнила чем-то с Сесилию Ахерн. Вот тоже как-то все вот, ну, понятно, что это все роман для женщин, но вот как-то все вот, ну, пресноватенько. Я даже, когда готовилась к этому ролику, я открываю, думаю, «Утреннее сияние», а что это вообще, а где это? А я вообще это читала, и я так пролистала заново книгу и вспомнила. Опять-таки, это такая типичная история о не совсем счастливой женщине, которая хочет стать счастливой, и, в принципе, у нее это отчасти даже получится. Это нагромождение нескольких поколений людей и родственников, и соседей, и как в любых соседских историях всегда очень это все интересно. Вот я вспоминаю, как детство мое, да, в пятиэтажке. Выходишь, и ты знаешь, что это вот Баба Клава, это тетя Нина, это там такой, этот секой, этот поддает. И вот здесь все то же самое, так вот, такой небольшой микрогородочек, внутри которого разворачиваются интересные такие, я бы сказала, детективные, несколько даже жестокие события. Ну, в принципе, тоже неплохая книга, но вот как-то я ее прочитала, я как-то о ней забыла. Она почему-то вот не проникла в меня как-то вот глубоко в душу. Ну, такая типичная вот женская история, такой романчик. Но не такой вот романчик, как раньше у нас, знаете, в 90-е были такие тоненькие книжечки, типа, и он с вожделением смотрел в ее полные огня глаза, и вот там эта вот тонкая нитка жемчуга скользнула в ее там вот лона, и, ну, короче, а, ну, как-то не тронула, не знаю, вот даже не могу вам ее советовать. Что я обязана была прочитать, и что меня дико поразило, это, конечно же, Хелен Филдинг, Бриджит Джонс, «Без ума от мальчишки». Это третья часть знаменитой истории о Бридже Джонс. Вообще, Бриджит Джонс – это настолько моя история, это настолько родственный мне персонаж, что вот те люди, которые знают меня и знают Руслана, вот мы с ним – это Бриджит Джонс и Марк Дарси. Вот он у меня даже такой же юрист, такой же педант и такой же красавчик, как вот Марк Дарси. А я вот такая вот Бриджит Джонс с вечно лишними килограммами, но веселым настроем на позитив и на жизнь. То есть мы с ним вот очень похожи, поэтому эта героиня мне крайне близка. Конечно же, данная книга просто меня поломала, потому что там все совсем не так, как я ожидала. И я с такой некой печалью ее читала. Мне она показалась уже не такой смешной и не такой легкой, как первые две книги. Скорее, это была такая вот уже попытка дописать конец. И я помню, мы с Катей идем в кино смотреть третью часть. Катя книгу не читала. Я говорю, вот, сейчас все будет так печально, так печально. Но Голливуд нас порадовал, потому что третья часть экранизации, она абсолютно не по этой книге. То есть если разбирать хронологию событий, то третий фильм о Бриджит Джонс, это, грубо говоря, история между второй и третьей книгой. Вот как-то так. Поэтому я так думаю, что нас еще может ждать четвертый фильм о Бриджит Джонс, который будет как раз-таки экранизацией третьей книги. Потому что все, что было снято в третьей книге, это было вообще абсолютно не написано. И вот абсолютно такая веселая голливудская история в духе, знаете, нашего карнавала с Муравьевой, когда абсолютно несимпатичная женщина, вокруг нее крутятся какие-то адские красавчики. Просто ты на них смотришь и думаешь, вашу мать, ну как же так женщине повезло. Но Бриджит Джонс это долгая история. Ее люди моего возраста, мне кажется, любят точно так же, как секс в большом городе, как Гарри Поттер и как прочие ижи с ними. Так, что еще я читала? Сейчас вот так пытаюсь посмотреть, что я упустила. Ну и последняя, нет, не последняя. Еще я читала книгу «Английская портниха». Это вот прям совсем из последнего. Автор Мэри Чемберлин. Вы знаете, очень странная книга. И я когда прочитала книги-комментарии, я когда скачиваю книжки, я пытаюсь прочитать какие-то комментарии, чтобы вот уловить суть, будет мне это интересно вообще или нет. Я почитала, и вы знаете, был комментарий одной девушки, которая написала, вы знаете, вот я хотела прочитать что-то из разряда «Тесс из рода Дубервилей», да, а прочитала какую-то непонятную историю о какой-то странной дурочке, которая в итоге стала проституткой, и все стало вообще очень плохо. В общем, «Английская портниха» это, знаете, такая вот эссенция из таких книг и таких историй, как «Тесс из рода Дубервилей», как, наверное, отсылки к «Габриэль Шанель», да, и вот к прочему, да, то есть это такая вот канва между классической литературой, реальной историей Шанель и какой-то нагромождением войны, нагромождением неокрепшего ума и так далее. В книге видно, что книга современная, в ней есть какие-то ляпы, которые даже замечаю я, хотя я, когда читаю книгу, я прям проглатываю, я не обращаю очень внимания на какие-то вот неточности, даже здесь я нашла неточности, то есть книга сыровата, сыровата. Персонаж тоже достаточно сыроват, но после того, как я прочла эту книгу, я ее полностью пересказала Руслану, потому что он не собирался читать такую хрень, мне нужно было с кем-то подискутировать. У нас с ним, конечно, было разное мнение. Вообще, это история о молодой девушке, которая стремится стать известной, популярной, и как она сталкивается с жизненными обстоятельствами, такими, как Вторая мировая война, как она ее проходит со своими потерями и радостями, как она живет после войны. Но вот, честно говоря, в классической литературе перед нами обычно представляется такая вот гордая, сильная, независимая женщина, как бы в лучших традициях Джейн Остин, да, то есть я вот лучше пострадаю и умру, нежели я вот покажу себя с дурной стороны. Здесь же книга современная, поэтому главная героиня не боится показывать себя с дурной стороны, и я бы даже сказала, она охотно в нее ныряет, но так как это все идет на фоне абсолютного непонятного состояния Второй мировой войны, знаете, здесь такая фигня, что неизвестно, как бы мы поступили. Но вот я не согласна с большинством поступков в данной героине, но есть какое-то вот это вот оправдание, что молодой неокрепший ум, практически ребенок, брошенный в условиях войны, в условиях концлагерей, неизвестно, как бы мы поступили. И дай бог мы об этом вообще никогда не узнаем, потому что тема войны, это, конечно, ужас. Естественно, я в этом году прочитала также книгу, просто она у меня здесь уже удалена, «Мальчик в полосатой пижаме». Я рыдала, я ревела, я до последнего не понимала, куда меня ведет автор, но автор меня привел, в общем-то, в газовую камеру. Это все ужасно, это все трагично, это все печально, и я просто в очередной раз убедилась, как быстро мы все забываем. Мне казалось, что то, что с людьми творилось и происходило во время Второй мировой войны, или, как принято ее называть в России, Великой Отечественной войны, что такое никогда не повторится. И, как вы видите, в принципе, вот, к сожалению, мы, наверное, идем примерно туда же. Очень быстро забылись все эти страдания, вся эта боль, и «Мальчик в полосатой пижаме» это история о войне, рассказанная глазами ребенка, абсолютно наивно, абсолютно без понятия того, что такое война, немножечко на другой стороне, не на стороне, как бы, вот, отбивающихся, а на стороне нападающих. Но от этого она не становится более или менее трагичной, да, не знаю, как правильно сказать, потому что это все очень грустно, это грустно, печально, от этого хочется плакать, это вызывает оцепенение, страх. Но я считаю, что такие книги нужно читать, это нужно помнить, это нужно вспоминать. Я не уверена, что я имею какое-то право там, как, знаете, сейчас очень много этих вот разговоров о том, как правильно воспринимать данные события. Я не знаю, как правильно их воспринимать, но это очень трагично, это очень трагично, и нужно делать все возможное для того, чтобы мы жили в мире, пускай в плохом, но в мире, чем в хорошей войне. Ну, это как бы я сейчас так, знаете, говорю, как Паула Каэли, в общем-то, ничего умного не сказала, но вот как это мне до сих пор всегда кажется, что как-то стыдно читать Паула Каэли. Ну и в общем, наверное, что-то я читала еще, но, но, завершить, завершить, я хочу книгой, которая произвела на меня просто наисильнейшее впечатление, вот меня прям трясло, когда я читала эту книгу. Это опять-таки женская история. Автор Гузель Яхина Зулиха открывает глаза. Это фантастика. Вообще, я, конечно, очень интересуюсь такими вот женскими историями, и здесь история о молодой девушке, о ее жизненном пути. все это происходит в такой достаточно ортодоксальной татарской деревне. Сказала про татарскую деревню, и Руслан звонит. Надо же, как удивительно. Сказать, что книга меня тронула, это не сказать ничего. Я, когда слышу истории своей, ну, скажем так, будущей свекрови, когда она вот рассказывает о каких-то таких вещах, мне это казалось таким странным, и вот, ну, как-то, ну, всегда, когда окунаешься в некую другую культуру, да, у тебя это вызывает какой-то такой вопрос, недоумение. Но, когда я стала читать эту книгу, я поняла, что это настолько повсеместно распространено в татарской культуре. Шикарнейшая книга, шикарнейшая книга. Книга о женщине для женщин. Настолько трогательно, настолько это все вызывает слезы, и я понимаю, что автор писала специально так, чтобы вызывать слезы. Ну, вот, вы знаете, эта книга, я бы ее отнесла, вот, ну, по такой некой идеологии к книгам из разряда мемуары гейши. Или там какие-то вот были книги, там, а-ля обожженная, опаленная, вот, какие-то такие, в общем, о женских страданиях, о том, что, знаете, после прочтения этой книги ты понимаешь, господи, насколько я свободно и прекрасно живу, я вообще, как ветер в поле в своих проявлениях, и вот эта вот феминизация, демократия, это для меня, это просто вот бальзам на сердце, я, я очень отношусь, у меня прям какой-то дикий страх вызывает эти вот угнетения женщин, просто по гендерному признаку, для меня это просто страшный страх, вот как по гендерному признаку, так и по национальности, мне кажется, это жутко мерзко, я не делю людей по национальностям, я могу сказать, что человек говно, потому что человек поступает как говно, и в этом нет ничего плохого, но обзывать и унижать человека из-за его какой-то отличающейся от твоей национальности или вероисповедания, это не моя история, и это ужасно просто, в общем, книга наишикарнейшая, это рассказ и о том, как живется в деревне, и как живется с нехорошей свекровью, и как живется с нелюбимым мужем, и как живется обычной женщине во время войны, и как нужно выживать, и как они страдают, и как это все было дико печально, и как они учатся отпускать, прощать, искать новую, да даже не искать новую любовь, а просто с таким диким остервенением жить и выживать, вот просто назло всем обстоятельствам, безумно сильная книга, я ее достаточно долго читала, я повторюсь, меня трясло, я плакала, я расстраивалась, я узнавала что-то новое, я сопереживала, книга вот такая вот, очень вам рекомендую, залиха, открывает глаза, почитайте, это вот просто, ну, там и у героини вся жизнь просто с ног на голову перевернулась, и вот у меня в сознании все перевернулось точно так же с ног на голову, очень много вопросов, размышлений у меня появилось после этой книги. Девчонки, большое вам спасибо за просмотр, я не знаю, мне кажется, я так все глупо и неинтересно рассказала, что мне даже как-то стыдно перед вами, ну вот, ну вот как-то так, это вот были те книги, которые мне максимально запомнились, честно говоря, были какие-то еще книги, электронные именно книги, я в очередной раз пыталась перечитать Таню Гротер, это вот вообще моя беда, когда вышел Гарри Поттер, одновременно с ним вышла такая российская тире пародия, тире не знаю что, Таня Гротер, я ее прочитала в детстве всю, и я вот пыталась тут ее перечитать, но все-таки уже возраст никуда не денешь, мне уже не так интересно, но все равно вот эти такие родные персонажи, поэтому Таня Гротер просто, вот кто супер, Гури и Пупер, и Гарри Поттер, и все в этом духе. Вот, напишите мне, посоветуйте мне что-нибудь, мне очень не хватает вот этого кружка по интересам, потому что у меня как-то в окружении немало кто читает, и вот мне как-то не могут посоветовать какие-то такие интересные книги, поэтому я люблю, чтобы это было жизненно, об истории людей, я не люблю фантастику, я люблю о нашем мире, немножко связано с историей, немножко связано с какой-то такой драмой, с трагедией, вот я люблю вот что-то такое, мне прям нравится, вот я после этих книг как-то очень много начинаю думать, очень много начинаю сопереживать, очень много начинаю понимать, насколько я хамка, нагло и абсолютно, как вот ко всем благам цивилизации и вообще своей собственной жизни ты начинаешь привыкать и воспринимать это все как должное, и еще хотеть говорить, ну-ка вы мне тут все должны, вот после того, когда ты окунаешься в то, как жили люди буквально там 30-40-50 лет назад, во время войны, во время каких-то ущемлений, угнетений, ты понимаешь, насколько свободно и хорошо ты живешь, и вообще как ты счастлива, ну и вообще рождаются очень какие-то такие важные, нужные, ну мне на мой взгляд, вот для моей личности важные вещи, вот. Как вы можете наблюдать, мой словарный запас не особо сильно увеличился, несмотря на то, что я в принципе прочитала достаточно много книг, повторюсь, через какое-то время еще хочу записать для вас часть книг печатных, которые ну как выглядят, как настоящие книжки, их не очень много, ну как много, и там в основном такая мотивационная литература, вот что-то такое там больше, но я думаю, тоже вам будет интересно посмотреть, в любом случае посоветую, что стоит вашего внимания, что нет. Люблю вас, целую, обнимаю, повторюсь, пожалуйста, под комментариями, под видео в комментариях, напишите мне книги, которые читали вы, может быть, вы читали книги, о которых я говорила сегодня, напишите ваше мнение, вашу рецензию, будет очень интересно с вами поболтать на эту тему. Люблю вас, целую, обожаю, до встречи, пока-пока!